Здравствуйте! В информационной студии Дарья Янко и коротко о событиях города и края. В понедельник 8 апреля в кабинете главы округа состоялось очередное аппаратное совещание, на котором представители структурных подразделений и ведомств отчитались о текущей работе. Так, по информации, предоставленной Центром социальной защиты населения Дальнегорска, граждане, относящиеся к льготным категориям и еще не оформившие выплату, могут подать заявление на предоставление компенсации на оплату твердого топлива. Отделение по Дальнегорскому городскому округу работает в штатном режиме. Мы еще раз хотим напомнить гражданам, имеющим право на оформление медсоциальной поддержки на жилищно-коммунальные услуги, а в данном случае на твердое топливо, те, кто проживает в частном секторе и не оформили в отопительном сезоне с сентября 2023 года, они должны оформить до августа 2024 года заявление на приобретение твердого топлива. Пожалуйста, граждане, обратитесь с заявлениями, оформите данную меру соцподдержки, чтобы мы отработали и назначили вам эту меру. Это льготная категория? Льготная категория, слово льготная категория граждан. Какую сумму сегодня вы размещаете? Ну, там у каждого индивидуально, это зависит от количества зарегистрированных, это зависит от площади жилого помещения. На сегодняшний день у нас по постановлению губернатора, там где-то стоимость куба тысяча с копейками, то есть 50%, но это сколько человек прописано и какая площадь? То есть существенно, да? Ну, да, там суммы, если одинокопроживающий гражданин, он живет один, и дом у него не менее 33 квадратов, то там где-то получается больше 8 тысяч. По информации представителя административной комиссии, за минувшую неделю рассмотрено 6 протоколов об административных правонарушениях, составлено 5 предупреждений и наложен 1 штраф в размере 4 тысячи рублей за повторное нарушение тишины и покоя граждан. Представитель МКУ АУ также доложил о проделанной работе. За прошедшую неделю занимались усиленно полигонам, отсыпали грунт, пилили деревья по разным объектам, ну, как всегда, убираем мусор, занимались ремонтом контейнерных площадок и контейнеров, много заявок по сантехнике, по электрике, по бюджетным учреждениям, ну, продолжаем пили дрова с его родителем. Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Обращает внимание жителей Дальнегорского городского округа, имеющих в личном подворье сельскохозяйственных животных. С 15 апреля 2024 года на специально отведенных местах, канавязях, будет проводиться вакцинация против ящера, крупного рогатого скота с 3-х месячного возраста. А также вакцинация против ящера и забор крови для исследования на бруцеллез, овец и коз с 3-х месячного возраста. График выездов озвучила начальник ветстанции Татьяна Жукова. 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 Доброе утро. Объединение Центра здравоохранения работы в штатном режиме. На сегодня зарегистрировано 142 недоработных, поставляя на цело 70% экономических активов населения. Председатель Думы Никита Харламов сообщил присутствующим о том, что началась подготовка к конкурсу на замещение должности главы Дальнегорского городского округа. Напомним, полномочия нынешнего главы заканчиваются в июне этого года. Навигация маломерных судов открылась в Приморье в субботу 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяка. Как сообщили в региональном МинГОЧС, решения о начале навигации принимаются исходя из погоды и гидрологической обстановки на приморских акваториях. Второй год подряд метеоусловия в Приморье позволяют разрешить плавание маломерных судов в начале апреля. Игловой края подписано распоряжение о начале навигации, за исключением Пожарского и Тернейского муниципальных округов. Эксперты напомнили, что перед выходом в море судовладельцам необходимо проверять исправность судна, укомплектованность его необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России будут выходить в рейды и проверять соблюдение правил безопасного мореплавания. В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей 112. 7 апреля день борьбы с раком желудка, который занимает ведущие позиции в мире и России по показателям заболеваемости и смертности. При этом он относится к потенциально предотвратимым онкологическим заболеваниям. В Приморском крае в течение последних 5 лет ежегодно выявляется около 400 пациентов со злокачественными новообразованиями желудка. Подробнее о факторах риска и диагностики нам рассказал Алексей Силонов. Подробности далее. Это злокачественное образование из эпителия слизистой оболочки желудка. Занимает третье место в России как причина смертности среди взрослого населения в общей структуре онкопатологии. Диагностируется у лиц 40-60 лет, чаще у мужчин. Соотношение мужчин и женщин примерно 2 к 1. То есть мужчины чаще болеют раком желудка. В структуре онкологических заболеваний по Приморскому краю злокачественное образование желудка стоит на 7 месте. Среди мужчин он выходит на 7 место, у женщин несколько меньше на 8 месте. Ежегодно регистрируется в год около 50 тысяч новых случаев заболевания раком желудка. Из них 45 тысяч умирает. Рак желудка в большинстве случаев образуется на фоне других патологических процессов, протекающих в органе. Но на его появление может влиять также ряд других факторов, в том числе и наследственность. Причины возникновения рака желудка это по большей части неблагоприятный семейный анамнез. То есть это рак желудка у близких родственников. То есть если в семье у близких родственников есть рак желудка, то вероятность того, что рак желудка будет в последующих поколениях достаточно высок. Есть даже куча примеров, когда в семье буквально полностью семья вымирает от рака желудка. То есть это и у бабушек, и у дедушек, и у отцов, и матерей, соответственно, и у них детей тоже все это может быть. Дальше по причинам возникновения рака желудка относятся перенесенные в прошлом операции на желудке, будь то резекции, либо полностью экстепация желудка, удаление вредной привычки, курение, повышать риск развития рака желудка в три раза, употребление алкоголев и суррогатов алкоголя. Особенности, скажем так, предпочтения в еде, то есть это острая пища, соленая пища, все консерванты, копчености, жирная пища, жареная пища, все вот это вот увеличивает риск развития рака желудка. Кроме этого, это хронические заболевания желудочного кишечного тракта, которые есть, это атрофический гастрит, гиперпластический гастрит, хронические язвы желудка, грубые нарушения в диете, то есть дефицит овощей, фруктов, витаминов, минералов, вот я уже сказал, злоупотребление высшими перечисленными продуктами. И огромная роль сейчас уделяется хеликобактер-ассоциированной инфекции, то есть микроорганизм, который находится на слизистой облочке желудка, вызывает как образование язв, так и приводит к развитию рака желудка. Если у человека уже сформировалось любое хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, необходимо регулярно проходить обследование. Диагностировать рак желудка на первой-второй стадии достаточно сложно, потому что клинических проявлений как таковых нет. То есть больные живут, чувствуют себя достаточно нормально, ничего их не беспокоит. Если обнаруживается рак желудка, то при определенных обследованиях по совсем другим причинам, то есть как находка. То есть больного послали на проведение, скажем, фиброгастроскопии и бах, нашли. То есть как бы бессимптомное течение. Почему и диагностируется рак желудка на поздних стадиях? Большая, 40%, даже 41% диагностики рака желудка уже третья, четвертая стадия, когда процесс уже достаточно серьезный, уже прорастание идет, значительно в стенке желудка, наличие метастазов в печени и в легких, в органах брюшной полости. Ну, признаки, по которым, ну, можно так ориентироваться, скажем, которые мы должны насторожить. Ну, как обычно, ряд признаков, которые общие для всех онкологических заболеваний. То есть повышенная утомляемость, резкая потеря веси, так, без каких-то особых причин. То есть это и не диета, и не физическая нагрузка. Затруднение глотания пищи, дискомфорт желудки после приема. После приема пищи может быть такой вот. Боль в животе, ну, может быть, периодическая, потом начинает носить постоянный характер. Вот, чувство сытости при небольшом приеме пищи, вроде съел немного, но уже чувствую, что живот переполнен. Отрыжка, изжога. Ну, субфибрилитет, повышение температуры, да, субфибрильных значений 37,2, 37,4, то есть вроде как ничего не беспокоит, температура держится. Ну, как и с диагонемия, то есть снижение гемогламина, снижение эритроцитов. Вот, при нарастании, то есть при переходе рака желудка с 1-2 стадии, 3-4, там уже маленькая симптоматика будет, маленькая, ну, то есть все будет то же самое, только будет болевой синдром усилится, будет рвота после приема пищи, то есть проходимость будет нарушена между желудком и 12-перстной кишки. Может быть кровотечение, то есть рвота кровью, может быть стул, гиптеобразные в виде милены, тупые боли, пожелтение кожных покровов, когда метастазы в печени появляются, ну, увеличение живота за счет осыта, то есть жидкости в брюшной полости. В случае, если у человека есть какие-либо специфичные симптомы, или он просто хочет проверить здоровье желудочно-кишечного тракта, ему необходимо посетить профильного специалиста, либо терапевта, который даст ему направление на необходимые обследования. Для диагностики рака желудка используют скрининги, то есть можно сдать кровь на онкомаркеры, вот раковые антитела СА19-9, раковые эмбриональные антигены, раковые антитела СА72-4, то есть все это можно сдать, кровь в лаборатории определяют, как количественные показатели вот этих онкомаркеров, и можно будет уже судить, то есть есть какой-то процесс или нет. Но не всегда это так, если ложноположительный, пугаться не надо, просто это как бы должно насторожить пациента о возможности появления или уже имеющееся онкологическое заболевание, то есть как-то обратить на это внимание, но и пройти определенное обследование. Для диагностики рака желудка самым информативным методом исследования является эзофагогастродиодоноскопия, то есть осмотр желудка, непосредственно врачом-эндоскопистом и при выявлении каких-то образований, взятия биопсии для морфологического подтверждения, для морфологической рефикации диагноза, скажем так. Кроме этого используется компьютерная томография, магнитно-резонансная томография с контрастным усилением в помощь, рентгеноскопия желудка пищевода, сбаривая с весом, но это уже метод уже потихоньку отходит, потому что выявили более информативные, более современные методы диагностики, но самое оптимальное – это пройти фиброгастродиодоноскопию. Предотвратить рак желудка возможно. Для этого необходимо в первую очередь следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни в целом. Профилактика рака желудка. Во-первых, это здоровый образ жизни. Это обязательно. Отказ от курения, отказ от алкоголя, ограничение солёной пищи, этих полуфабрикатов, содержащих нитриты, консервантов всех. Своевременное лечение заболеваний желудочного кишечного тракта. Многие уже знают, многие обследовались и знают, какие у них заболевания есть. То есть, как бы, если знают, что есть, каждый год, а может быть и раньше, в зависимости от показаний, приходить, показываться. Но все вот эти вот больные с хроническим заболеванием должны стоять, соответственно, на диспансерном учёте. И врач их вызывает в определённые периоды времени для осмотра, для сдачи определённых анализов и для проведения обследования. Потому что они находятся в группе риска. Вероятность появления рака желудка у них достаточно высока. Поэтому, чтобы не пропустить и вовремя всё диагностировать, поэтому они находятся на диспансерном учёте. Кроме этого, в профилактике рациональное питание, больше овощей и фруктов, меньше жареного, жирного, копчёного. Вот это вот, активный образ жизни, занятия спортом. На сегодняшний день предприятие Дальнегорский ГОК нуждается в большом количестве работников. О том, какие специалисты нужны на данном этапе работы предприятия, смотрите в следующем сюжете. ООО «Дальнегорский ГОК» приглашает на работу геофизика, занятого на карьере. Требования Среднее профессиональное либо высшее профессиональное образование по специальности геофизика. Опыт работы по специальности не менее трёх лет. Умение работать в графических редакторах. Умение работать в программах Word, Excel, AutoCAD. Условия Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации. Заработная плата 50-70 тысяч рублей. Участки расположены в городе Дальнегорске. Проезд за счёт работодателя иногородним. Выдача спецодежды. Заработная плата два раза в месяц. Обращаться по телефону отдела кадров 8 423 73 3 44 95 и 8 924 323 01 36. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова